Есть какие-то вопросы? Я очень устал. Я так много говорил. Мне это не по силам. Только один вопрос. На один вопрос я попытаюсь ответить. Я отправлюсь в постель, чтобы лечь горизонтально. Мы, ваши ученики Саньяси, что мы можем сделать такого, что удовлетворит вашу божественную милость в наибольшей степени? Понять высказывания моего Гуру Махараджа и раздать их широким массам, распространить. Махапрабу также учит этому. Только одно явление. Махапрабу принял Саньяс исключительно ради проповеди. Саньяса подразумевает... Саньяса — это форма, это положение учителя, духовного учителя масс, публики. Гита, Бхагаватам, Махапрабу. Учение Гиты, Бхагаватам, Махапрабу, Гуру Махараджа. Знать Шраван Киртан. Получать и раздавать, отдавать, распространять. Поток. Поток, внутренний поток. Живой. Слушать и давать. Получать и отдавать. Слушать и говорить. И тогда поток будет сохранять свой динамичный характер. Служение. Слушание также будет служением, если присутствует раздача, распространение этого явления, услышанного другим. С этой целью я слушаю. И мне очень нравится это явление. Я даю мою высокую оценку. Я хочу поделиться этим явлением с другими, с моими друзьями также. И мне это поможет. Эта раздача поможет слушать более внимательно. необходимость в раздаче, в распространении увеличит мою способность, интенсивность, моих попыток, усилий приблизиться к этому явлению, слушать более скрупулезно, аккуратно. Эти два явления помогают друг другу. Их сотрудничество имеет место быть Шраван и Киртан. Киртан предполагает Шраван, а Шраван также имеет свою необходимость, потребность Шравана в том, чтобы делиться этим явлением с другими. Существует множество долгов, которые мы имеем. Мы обязаны ли, должны нашему физическому отцу? И этот долг может быть выплачен через рождение ребенка. Если мы начинаем, рождаем ребенка, сына, то тем самым мы выплачиваем долг своему отцу, нашему отцу. Этот ребенок приходит в этот мир, мы его воспитываем, он тоже дает что-то такого рода. Затем мы используем знания, которое было сохранено нашими предшественниками. Они оставили нам знания, и мы должны передавать это знание последующим поколениям. Тем самым мы освобождаемся от долга перед этими риши, мудрецами, учителями. Затем долг по отношению к гуру. Мы должны гуру... Мы выплачиваем этот долг, сами становясь гуру. Я получил, и я также даю это явление другим, с тем, чтобы это явление или это знание передавалось из поколения в поколение. То будет моя благодарность, будет моей благодарностью предшественникам. Поскольку эти предшественники дали нам то, что мы имеем, мне повезло, я обрел все эти реалии. И я обязан продолжить эту линию. Так я могу выплатить долг высшему началу. Риши, долг перед Риши, долг Бхута. Окружающий мир помогает нам очень значительно. И мы можем отплатить, выплатить долг окружающему миру. Долг перед Дева. Дева означает сверхъестественные существа, которые посылают дождь, солнечный свет. Мы получаем так много всего от Девов. И мы выплачиваем этот долг, совершая ягги, жертвоприношения. Мы посылаем посредством жертвоприношения энергию, посылаем ее этим небожителям или богам. Высшим чиновникам в бытии. Затем наши родные и близкие. Мы также многое взяли, получили от них. И мы должны отдать им до известной степени. Там, где мы родились, там, где мы выросли, мы обязаны этому месту и этим людям, и мы должны выплатить этот долг. В данном случае, в нашем случае, мы получили столь ценные явления от гуру Махараджа, и он стремился к тому, чтобы эти явления передавались, чтобы его линия не завершилась, не прекратилась на мне. Таким было его желание. Конечно, если человек квалифицирован, если он передает эти явления должным образом, конечно же, нежелательно и недопустимо, чтобы от его имени раздавались какие-то оскверненные явления, нечистые, смешанные. Если от его имени мы будем давать оскверненное явление, нечистое, от имени нашего гуру, если мы будем давать что-то оскверненное, нечистое, то будет оскорбление в его адрес. Но если то, что мы получили от него, если мы способны должным образом раздавать это людям, дживам, то это желанно, желательно, желательно, желанно. Таким образом, саньяси, главным образом саньяси занимают положение ачарьи. Человек становится саньяси, чтобы спасти нас от реакции смертного мира и дать нам связь с миром вечности, дать нам вечные ценности. Саньяси. Саньяси. Саньяс подразумевает. Бхакка данды, кайо данды. Бхакка данды, ману данды, кайо данды. Три данды. Три данды. Тот, кто наказал. Данды означает наказание, один из смыслов. Тот, кто наказал свою речь, свои поступки и свои слова. Эти три явления были наказаны. Наказаны в том смысле, что они не используются ради цели смертного мира, но используются в служении Кришне. Они наказаны и заняты, вовлечены, задействованы в служение Кришне. Они должны быть использованы, использованы ради служения, ради распространения, раздачи нектара, нектара бессмертия. Такой будет основная главная функция саньяси. Кто-то может делать, осуществлять эту функцию посредством книг, кто-то посредством проповеди, кто-то может задействовать людей в служении различными способами. Саньяси будут использовать нас, задействовать нас в работе по облегчению страданий других. Это не так-то просто спасти людей от очарования этим бренным миром. В этом мире присутствует великое множество предложений под именем религии, под вывеской религии. И сравнительный анализ необходим. Нам необходимо привести людей к концепции Бхагаватам, концепции данной Махапрабху, к сознанию Кришны. Служение сознанию Кришны, зенит, высочайшее положение, которое дано нам, это высочайшее измерение сознания Кришны, рада-дасем, рада-кин-карьям. Насколько это в наших силах, мы должны понять эту истину. И давать это явление другим душам. А в Лалита Ставе, в прославлении Лалита Деви, говорится следующее. Лалита Деви ходит по Вриндавану, и кого бы она ни встретила, она просит, говорит, «О, присоединяйтесь к нашей группе, присоединяйся. Почему ты не присоединяешься к нашей группе? Мы хотим видеть тебя среди нас. В чем дело?» Приходи к нам, идти к нам, вступай в нашу группу. «Да, да, я хочу, хочу. Да, вот, расписывайся. Ставь свою подпись здесь». Там и тогда она принимает заявления, которые подаются. Подобное служение лагеря Радхарани она совершает. К стопам этой великой личности мы склоняемся. Кто здесь? Бадрина Райндас. Махарадж. Да. Как ваши преданные грехаски могут удовлетворить вас? Грехаски также могут делать все, что угодно. Вайшнава-севу. Это вайшнава-севу – главное явление, которое от них ожидается. Адвейтапрабху был грехаской. Он проповедовал столь многие. Шривас, Затем Вирачандрапрабху. Они все были грехасхи. Но, так или иначе, Нитянандапрабху стал грехасхой. Для того, чтобы общаться с грехасхами, не встречая препятствий, и проповедовать. Так или иначе, так или иначе, культивировать сознание Кришны и служить Его преданным – это главная необходимость. В целом предполагается, что грехасхи служат Саньяси, совершают вайшнава-севу. В рамках варна-ашрамы также. Грехасхи – это главная ашрама, поскольку они поддерживают брахмачари. Брахмачари приходят к ним в дом и просят подаяния. Затем. Брахмачари – это стадия обучения с помощью общества. Человек обучается, и впоследствии может стать грехасхой. И в этом состоянии он выплачивает свой долг обществу. В начале общества его обучают, затем он выполняет свой долг по отношению к обществу. Грехасхи – это тот ашрам, куда приходят саньясины и отдыхают, и продолжают свою проповедь, получая милостыню от грехасхи. Особенно в аватаре Махапрабху, в грехасхи, все были парамахамса вайшнавами. Глубина их преданности Махапрабху не знает пределов. Говинда Гош, для которого Махапрабху установил Гопинадхаджи. Однажды возник вопрос, кто совершит шратх, погребальную церемонию Говинда Гоши, и Гопинадхи Божество заявил, что Он совершит. И в качестве Сына, любящего Отца в такой расе, в Отце Алярасе, Божество совершило погребальную церемонию. Шривас Прабху был бедным человеком, настолько бедным, что однажды ему пришлось поститься из-за недостатка денег, он был беден. Махапрабху однажды спросил, задел Шривасу Пандиту Прабху. Вопрос он спросил, Шривас, ты брамин? И брамину позволено просить милостыню. Брамин способен, имеет право вести жизнь нищего, просящего милостыню. Почему ты отказываешься от милостыни и предпочитаешь поститься, не выходишь и не просишь подаяния? Шривас Пандита ответил, нет, нет, я не буду просить милостыню. Если Господь пошлет мне что-то, то я буду этим удовлетворен, в противном случае я готов поститься. И он сказал, если Господь три дня не будет посылать мне еду, то я покончу самоубийством в Ганге, в воду Ганге. Махапрабху ответил, Шривас, ты питаешь такую великую веру в твоего Господа. Шривас, ты никогда и ни в чем не будешь испытывать нужды, я обещаю тебе это. Все понятно, что стоит. Всё должно продолжаться. Продолжение следует... Редактор субтитров Дима Петрова